Французской полиции удалось обнаружить мобильный телефон одного из террористов. По мнению следователей, это одно из устройств, которые преступники использовали во время террористических актов в Париже в минувшую пятницу. Сообщается, что последнее сообщение, отправленное с этого телефона, звучит следующим образом. Окей, we are ready. Хорошо, мы готовы. Эксперты по борьбе с терроризмом утверждают, что обнаружение сотового телефона, которым пользовались джихадисты, может стать прорывом в расследовании терактов. Брат одного из главных подозреваемых по делу о нападениях в Париже, Салаха Абдессалама, проживавшего в Бельгии, призвал его сдаться. Ранее Мухаммед Абдессалам заявил, что ни он, ни его родители не могли даже предположить, чем занимались двое его братьев, Салаха и Ибрагим. Последний 31-летний Ибрагим погиб во время самоподрыва в концертном зале Батаклан. Мы ничего не знали, никто в нашей семье не знал. Они уже не маленькие дети, за ними никто не следил. Не выяснял, поели ли они или почему вышли из дома. Даже не могу предположить, где сейчас мой брат. Он вырос здесь, учился, был нормальным парнем. Мы не знаем, осмелится ли он при нынешней напряженности сдаться правосудию. Семья в шоке, страна в трауре. Наши мысли и сердца с родными погибших. Самого Мухаммеда Абдессалама арестовали сразу после теракта в Париже, но отпустили без всяких условий. Выяснилось, что у него было твердое алиби. Помимо этого, Абдеслам 10 лет проработал в муниципальном совете Брюсселя. Ложной оказалась тревога, из-за которой сегодня был отменен матч футбольных сборных Германии и Голландии. Встреча должна была состояться в немецком Ганновере. Городской стадион был полностью эвакуирован. Поступило сообщение о, цитата, «серьезных планах неких злоумышленников устроить взрывы». Во время рутинной проверки перед игрой полиция обнаружила на территории спортивной арены некий подозрительный предмет. Как уточнили стражи порядка, после терактов во Франции все публичные мероприятия проходят при усиленной охране. На стадионе ожидали прибытия канцлера Германии Ангелы Меркель и нескольких членов кабинета министров ФРГ, которые планировали наблюдать за игрой. Полиция заблокировала все подъезды к стадиону и взяла под охрану футболистов. Ближе к ночи полиция заявила, что никаких взрывчатых веществ на стадионе обнаружено не было. Немецкая пресса назвала инцидент печальным днем для Германии.